Вы смотрите новости на 6 канале, в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. 6 человек погибли и 60 получили ранения, в том числе 8 детей. За прошедшую неделю в области произошло 39 ДТП. В четырех случаях водители находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое детей, трех и десяти лет пострадали на трассе Владимир Муром. На 119 километре в субботу ВАЗ 15-й модели решил обогнать впереди идущий транспорт и выехал на встречку, где совершил лобовое столкновение с УАЗ «Патриот». Удар был довольно сильный. В результате УАЗ опрокинулся от передней части пятнашки и ничего не осталось. Чтобы извлечь оттуда пострадавших, спасателям пришлось резать машину. В данном происшествии травму получили 6 человек, в том числе двое детей. Они находились в салоне автомобиля ВАЗ 21-15. Мальчик 2007 года рождения находился в салоне без удерживающего устройства. Он получил очень серьезные травмы. В настоящее время находится в реанимации. Его брат 2014 года рождения, он находился в удерживающем устройстве, получил черепно-мозговую травму и будет проходить амбулаторное лечение. Непонятно, о чем думал водитель другого ВАЗа. В субботу на перегоне Киржач Санина выехал на рельсы, где в его семерку врезался грузовой поезд. В данном ДТП виноват исключительно водитель автомобиля. Он грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд, когда горел красный свет. К счастью для водителя, все закончилось сотрясением головного мозга. Движение на данном участке железной дороги было остановлено на полчаса. А вот в Собинке без жертв не обошлось. В субботу около пяти утра, когда еще было темно, Лада Приора сбила двух пешеходов. Мужчины 89-го и 85-го годов рождения шли по проезжей части в одном направлении с транспортным потоком, что является нарушением. К тому же на их одежде не было светоотражающих элементов. В результате оба погибли. Впрочем, 21-летний парень, который их сбил, тоже нарушил правила и на него уже завели уголовное дело. Водитель автомашины Лада Приора, житель Собинки, совершивший наезд на двух пешеходов, идущих по проезжей части дороги, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как было установлено в рамках предварительной информации, все они в ночное время находились в одном из заведений города Собинки, где отдыхали, и возвращались уже после закрытия. Кто-то пешком, а кто-то следовал на транспортные средства. Освобождают город от рекламы. Во Владимире продолжается борьба с незаконными вывесками. На Новый год власти демонтируют более ста рекламных конструкций. Их владельцы проигнорировали требование снять рекламу самостоятельно. Что грозит собственникам незаконной рекламы? Как получить разрешение на свою вывеску? Подробности в материале Валерия Саенко. Сотрудники магазина беспомощно наблюдают, как их место работы теряет название. С пристройки на улице Тракторной снимают почти все вывески. Причина простая. Это реклама вне закона. Постановление о демонтаже конструкций городская администрация отправила сюда еще в апреле. Но для собственника магазина приезд в власти оказался полной неожиданностью. Чиновники побежали, когда тут заминировали мегаторг, их тут целая лапа прибежала, надо чем-то заниматься. Вот и они начали искать якобы незаконную рекламу. Занимались рекламщики, они сделали это решение, иначе бы они не делали эту рекламу. Повесили. Я весь потерянный, не знаю, надо обращаться, искать, где документы. Напутали в рекламном агентстве. Такое объяснение чиновники часто слышат от предпринимателей, когда дело доходит до принудительного демонтажа. Но от штрафов оправдания не спасают. За каждую несогласованную конструкцию индивидуальный предприниматель заплатит от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Для юридического лица штраф больше 5-10 тысяч. Плюс придется заплатить за демонтаж. 580 рублей за каждый квадратный метр сняты вывески или баннера. Чтобы избежать подобных трат, при заказе рекламы нужно требовать документы. Документ, основное это разрешение, он должен, оригинал, храниться у собственника. И на каждой точке, если таких объектов несколько, должно быть как минимум копии. Потому что разрешение удается в двух экземплярах. Одно остается в управлении рекламой, а одно у собственника. Незаконную рекламу чиновники выявляют в течение всего года. Сейчас в списке больше ста разнообразных конструкций. Вывески на фасаде, электроны, табло и панно на стеклах. Если во время демонтажа владелец рекламы на месте, конструкцию отдадут ему в руки. Если нет, отвезут на склад. У владельцев этого магазина бытовой техники будет месяц, чтобы забрать свою вывеску. Дальше ее ждет утилизация. Было выдано предписание администрации города. Но вместо демонтажа они завесили это пленкой. Что, собственно говоря, также является нарушением. То есть фасад здания портит внешний вид. Штраф за такие хитрости такой же, как и за игнорирование предписания. Чтобы реклама была законной, предприниматель должен подать документы в управление наружной рекламой. Там их рассматривает специальная комиссия. Одобрит конструкцию, значит можно вешать. Вывески, кстати, регистрируют бесплатно. Главное, чтобы не портили облик города. А вот владимирцы к наружной рекламе относятся терпимо. Им это нужно, конечно. Это их работа, они заинтересованы в этой рекламе. Все нормально. Если она нужная, то надо. А так? Пустая реклама не нужна. Много ошибок. Неграмотность. Вот это угнетает. Борьбу с незаконной рекламой чиновники продолжат до Нового года. По всему Владимиру демонтируют больше сотни рекламных конструкций. Валерия Саенко, Александр Мажаров, Шестой канал. Сотрудничают с РЖД, метрополитеном и снабжают российских фермеров своими тракторами. Благодаря участию в федеральной программе развития моногородов, камешковские предприятия вышли на новый уровень производства. А это и новые рабочие места, и достойные зарплаты для местного населения. На днях для губернатора области руководители ведущих заводов Камешкова провели экскурсию и рассказали, чего им удалось достичь всего лишь за три года. Подробности у Татьяны Даниловой. Сейчас на этом предприятии работает около 700 человек, а еще три года назад здесь было всего около сотни сотрудников. Зарплата выше средней по области – 28 тысяч рублей. Молодежь на завод идет охотно. Например, Егор Ульянов устроился сюда сразу после строительного колледжа. Удобно, близко к дому, хорошо работать можно. По чертежам, как идет от конструкторов, все мы делаем. Что-то не сходит, сколько царапает, мы выясняем, что все сделаем. Основной продукт этой камешковской компании – кабина управления и санитарные модули для поездов РЖД и метрополитена. Такое предприятие, выпускающее сразу готовые конструкции, в том числе с пультом управления, сиденьями, климат-контролем, освещением – единственное в России. И все благодаря участию в программе развития моногородов. Он нигде пробиться не мог со своей продукцией, нигде. А теперь он востребован в РЖД, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем. Да он еще пять таких цехов поставит. А это сколько рабочих мест, понимаете? Уже к 2020 году вагоны московского метрополитена будут как минимум на 50% оснащены продукцией 33-го региона. К этому же времени другой завод в Камешково, КАМС, планирует наладить свое масштабное производство и выпускать по тысячу тракторов в год. Каждый цех здесь оборудован современной техникой, а мастера работают по инновационным технологиям. Например, здесь в специальном растворе готовят детали машин под покраску. Идет у нас тонкая очистка, грубая очистка и сушка. После этого у нас уже идет на покраску. В первой ванне оно отмывает грязь, во второй пассивирует. И уже когда сушится, получается, что полностью деталь готова. Она обсыхает и становится готовой к покраске. То есть уже будет адгезия при покраске очень приличная. В этом цехе можно увидеть эволюцию машин. Три года назад здесь выпускали простейшую снегоуборочную технику. А сейчас современные тракторы, которые будут конкурентоспособны на мировом рынке. Полный комплект теперь будет здесь. И помимо этого, это будет трактор Владимир и трактор Амп. Локализация. Кабина будет делать вояж. Двигатель Джандир, я вам говорила пока что. Но сейчас будем с техами работать. Вся остальная оснастка тоже внутри области. Кооперация мощнейшая. Вот прошло три года. В фонде моногородов команду камешковских предприятий хвалят. Полмиллиарда они получили на развитие и уже более одного миллиарда привлекли инвестиций. По словам губернатора, будущих специалистов для работы на камешковских заводах будут готовить в Ковровской академии и в ЛГУ. Для этого в вузах планируют открыть новые кафедры. А этот камешковский линолеум славится далеко за пределами 33 региона. Производительность завода достигает 27 миллионов квадратных метров в год. По России пока он занимает второе место. Но это лишь пока, говорят руководители. Здесь работает одна линия производства. В планах наладить еще одну. Тем самым привлечь 50 миллионов евро инвестиций и открыть 300 рабочих мест. Мы очень индустрируем тем, что многие предприятия, которые здесь сегодня заявляют свою продукцию, они уже ориентированы на экспорт. Ищите проекты, ориентированные на экспорт. Не надо думать, что в США что-то поставите. Казахстан, Узбекистан, Восточная Европа – это тоже экспорт. Но ни одной лишь промышленностью славится моногород, говорят чиновники и бизнесмены. В первую очередь в нем должно быть комфортно местному населению. Поэтому в Камешково в программу развития включили обязательные пункты благоустройства территории и строительства новых образовательных учреждений. Мы для себя определили социальные объекты, которые мы сейчас ремонтируем и строим. Выходим на проект строительства новой школы на 675 мест. Мы ввели в эксплуатацию наш детский садик, который позволил снять всю очередность в детские сады. По словам местной власти, уже к концу года Камешково будет просто не узнать. В квартирах жителей за счет новой станции будет течь чистая вода. На улицах загорятся фонари, появятся новые спортивные и детские площадки. Татьяна Данилова, Егор Хребко, 6 канал. Далее коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Купила наркотики для личного потребления. Как установил Гусь-Хрустальный городской суд, за 20 тысяч рублей в мае этого года 66-летняя женщина незаконно приобрела наркотическую смесь. Общей массой более 60 граммов. Она была упакована в три полимерных свертка, которые женщина спрятала в пикантном месте. Употреблять зелье она планировала сама. Тем не менее, пожилую гусевчанку осудили и ближайшие 6 лет она проведет в колонии. Пресекли теракт в населенном пункте. В Меленковском районе сотрудники полиции ФСБ провели тактико-специальные учения, пункт 2017. По сценарию в одном из частных жилых домов обнаружили подозрительных граждан без регистрации. Они отказались проследовать в отдел полиции. Открыли огонь, захватили в заложники местных жителей и выдвинули требования политического характера. От переговоров условные террористы отказались. В результате учебной антитеррористической операции двоих злоумышленников ликвидировали, двоих задержали, а заложников освободили. По оценке оперативного штаба со своей задачей сотрудники полиции ФСБ справились успешно. Новый глава городского транспорта и связи. На должность начальника отдела вместо Юрия Иванова назначен Олег Орехов. Как сообщается на сайте мэрии, транспортная сфера для него не нова. 11 лет он работал на Владимирском автовокзале, где смог дорасти с должности контролера пассажирского транспорта до директора. Затем Олег Орехов занимал руководящие должности в крупных транспортных компаниях Владимира. У остановок общественного транспорта на Лыбецкой магистрали появится название. Владимирцам предлагают проголосовать за варианты наименований, одобренных городской топонимической комиссией, или внести свои предложения. Сделать это можно на сайте мэрии в разделе «Голосование за городские проекты». Назвать нужно шесть остановок. В числе предложенных вариантов имен, улица Верхнелыбецкая, улица Передний Боровок, улица Батурина, Воронцовский переулок и две остановки с названием «Стадион Лыбедь» – почетной и нечетной сторонам улицы. Стал лучшим в мире. В корейском Пхеньяне прошел чемпионат мира по тэквондо. В нем участвовали десятки лучших спортсменов из разных стран, в том числе и из России. В сборной страны выступал наш земляк из Покрова Сергей Аракелян. Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 килограмма. «Раковый корпус. Сосланное навечно» – это название новой постановки трупа Владимирского драм-театра. Режиссер взял в основу одноименное произведение Александра Солженицына. Его рассказы и повести и раньше находили сценические воплощения, но темы онкологии и деятели искусства обходили стороной. Почему же владимирцы решили к ней обратиться и что у них получилось, и кто приехал на первый показ спектакля во Владимир, расскажут мои коллеги. Палата, безнадежно больные пациенты и запах смерти. У каждого из них рак. Многие умирают прямо здесь, в больнице. Других выписывают домой, чтобы не портить статистику. В этот раз зрителям в зале предстояло пережить непростые 2 часа и 40 минут. Артисты областного театра драмы поставили спектакль по повести Александра Солженицына «Раковый корпус». Страшно это всё, потому что мы много тоже материала изучали, по этому поводу смотрели. Это ужасно. На самом деле это трогает, потому что люди и отрезают, там бывают и ноги, и всё остальное. Это молодые люди, то есть какие-то обречённые, которых уже никак не спасти. Но рак, как заболевание, это лишь лейтмотив. Произведение пронизано духом своего времени. Тогда в тюрьмы и лагеря отправляли тысячи людей лишь за любое негативное высказывание о политике партии. Первый хирург, который назначил мне операцию и подготовил меня, был взятный этап в самую ночь под операцию. Об этапе никто не сообщает. В том-то и смысл, чтобы выдернуть человека внизу. Перекрёстные уколы в Москве показывали отличные результаты. И Костоглотову они, безусловно, могут помочь. Мы понимаем, что Солженицын писал не об онкологии человека, а об онкологии общества. И для него рак общества, это в первую очередь эти метастазы ГУЛАГа, которые были порождены ещё в 1937 году, да и много раньше. Это и Егоды, это и Ежов, это и Берия. Конечно, ставя уже с этим уклоном, нельзя было пройти мимо других романов, как в круге первом, не ввести личность Сталина в наш спектакль. Но даже в таких, казалось бы, безвыходных ситуациях людям жить помогала любовь. Любовь к родине, родным людям и, конечно, любовь мужчины к женщине. Эта вот фраза с любимыми не расставайтесь, она сопричастна сейчас к нашему спектаклю в том числе. И вообще она давно уже во мне сидит. Берегите друг друга и любите, и цените каждый момент, просто вместе. Это очень важно. Этот спектакль об этом говорит. В следующем году Александру Солженицуну исполнилось бы 100 лет. Спектакль «Раковый корпус» стал одним из первых в списке десятков мероприятий, которые пройдут на Владимирской земле в честь предстоящего юбилея знаменитого русского писателя. Это писатель, который обращается к русской истории, причём в самые драматичные её моменты. И очень умело, тонко, эмоционально обращает внимание на правду жизни. Очень серьёзный творческий вызов для театра. Сюда вложены очень большие творческие силы. Действительно режиссёр и актёры, они для себя поднимали новые пласты. Рядом с вице-губернатором вдова Александра Исаевича. О том, что Владимирские артисты будут ставить спектакли по повести её супруга, Наталья Солженицына узнала из интернета. Затем руководство театра вышло с ней на связь. Спектакль не видела. Увидеть хочу быть счастлива после просмотра, удастся или нет, поговорим потом. Потом читала инсценировку, которая мне показалась серьёзной и такой с глубокой вспашкой. Наталья Солженицына отметила свет, звук, декорации и игру актёров. Но станет ли спектакль «Раковый корпус», сосланный навечно, столь же популярен, как постановка «Молодая гвардия», которую Владимирские артисты показали во многих городах России и ближнего зарубежья, покажут отзывы критиков и зрителей. Никита Королёв, Алексей Дудин, Егор Хребко, 6 канал. И о спорте. В минувшую субботу Владимирская торпеда впервые сразилась с Муромом на чемпионате страны. Матч проходил в городе Нааке. Перед этой встречей хозяева поля пережали чёрно-белых всего на одну очко. В принципиальном матче за торпедой не смог сыграть лучший бомбардир команды Илья Зинин. Первый тайм оппонента провели в равной борьбе. Муром играл в основном от обороны. Немного скорости футболисты прибавили в начале второй половины игры. Активнее начал действовать в атаке форвард торпеда Алексей Баев. В итоге он забил гол на 78-й минуте после розыгрыша углового. Торпеда вышла вперёд и могло забить ещё. Но Муром удалось отыграться буквально в два касания. За пару минут до финального свистка нападающий Денис Щербак замкнул длинную передачу. Голкипер черно-белых Артём Ковешников парировать мяч не смог. Мы наконец-то сыграли целостно дома. Первый раз качественно лома тайма. Команда играла на победу. В принципе, в конце могли ещё и выходить в победу. Но, тем не менее, ещё раз говорю, первый тайм хороший. Создали два момента, не зафигал Ольга Баева. Во втором тайме, да, могли пропустить, выпустили раз в раз. Потом получаем с углового, который сами виноваты, заработали мы сами его. Ну и дальше ребята молодцы. То есть, ещё раз говорю, эта команда, она никогда не сдастся. Отыграли мяч, забили красивую комбинацию наигранную. В итоге Торпеда по-прежнему отстаёт от муромской команды на одно очко и занимает шестое место. А уже в эту пятницу регион ожидает другое дерби. На домашней арене черно-белые сразятся с ивановским текстильщиком. На этом моя часть выпуска завершена. Наш эфир продолжит программа «Наш выбор». Не переключайтесь. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. В 33-м регионе сегодня вечером прогнозируют облачную погоду, возможно осадки. Столбики термометров вечером покажут 3-5 градусов со знаком «плюс». Последним метеорологом завтра в областном центре будет ясно и без дождей. Температура воздуха прогреется до плюс 8 градусов по Цельсию. Ветер восточного направления с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 70%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова